Ну как же люди добывали железо в те драматические времена, когда оно еще было малоизвестно и только-только появлялось в тех или других местах? Конечно, племена, узнав о таком замечательном материале, стремились его получить, они стремились разгадать секрет железа. И секрет железа хранился гораздо более интенсивно, более тщательно, чем секрет, например, производства шелка китайцами или какие-то другие секреты, там, сыроделов или шампанистов. Железо это было очень серьезно. Наверное, более драматического поворота в истории развития человечества трудно сыскать. Ну, может быть, разве что соизмеримо с той революцией, которая произвел прирученный огонь. Вы знаете, древние греки даже воспели его в своих легендах и мифах. Мы помним замечательный миф о Прометее, который украл у богов огонь и принес его людям. Ну, у нас рассказ не об огне, а о железе. Ну, я не могу сказать, что можно было бы разделить этих два замечательных явления в истории человечества, ибо железо рождалось в огне. Как? Ну, вот в двух словах. Представьте себе простую яму в земле, которую выстилали песком. В эту яму клали древесный уголь, таким толстым слоем. На этот древесный уголь клали руду железную. Она собой представляла смесь гематита, скажем там, гютита. Да, может быть, там присутствовал и магнетит, но в небольших количествах. Может быть, и с магнетитом древние наши работали. Вот. Ну, также сидериты могли быть в руде. Вот из этих веществ, это окислы железа и соли железа, там, скорее всего, карбонатные, карбонатные соединения. Вот. Потом опять в эту яму клали древесный уголь. Яму ограждали таким кольцом из камня, обмазанного глиной, так, чтобы эта стена каменная была достаточно прочной. И так наслаивали примерно около полутора метров. Слой угля, слой воды. Вот. Применяли также флюсы. Ну, скорее всего, и так, как бы уже есть и подтверждение в разных источниках исследователей, что применяли еще разные флюсы. Вот. Ну, это были, как правило, карбонат и кальция. Вот. Возможно, это был доломит, карбонат, магния и другие элементы. Другие природные камни. После этого накрывали это все плотным слоем камней. Вот. Поджигали древесный уголь. И в одно из отверстий в стене, вне печи, значит, выдували туда мехами, изготовленными из шкур животных, воздух. Это так называемый суродутный процесс, суродутная печь. Суродутная называется потому, что воздух, который нагнетался в эту печь, где горел уголь, был неподогретым. Как бы сырым. Такой же, как и снаружи. В атмосфере. Печь горела долго. В печи ничего там не перемешивали, там не подкладывали. Вот как было там, оно все это оседало, прогорало. Вот. И, в конце концов, за сутки, двое, иногда и трое, и более, горение на дне печи образовывались такие комковатые куски плотного материала. Вот это и было железо. Ну, мы так условно называем. Конечно, до чистого железа там очень далеко. Это был просто какой-то такой, скажем, на железной основе непонятного состава сплав. Ну, основа сплава, конечно, составляет железо. Да, и мы так это видим, что это более 99% железа. Вот. Там были включения несгоревшего угля, тех же, скажем, рудных частиц, флюсов, вообще посторонних примесей разных. Ноздревают и такие куски. Эти куски, поскольку имели большую плотность, они самопроизвольно продавливали слои угля и слои руды. И скапливались на дне этой печи. После прогорания печи просто разбирали. Вот эти куски вытаскивали. Это, как говорится, первичные крицы. Ну, вот она, это первичная крица примерно вот так выглядела. Этой крице не так много лет. Эта крица, так скажем, ну, мы думаем, 17-18 века. То есть, это, ну, может быть, 200-300 лет. Она мало окислилась, достаточно маленький тут слой окислал на поверхности. Вот. Очень плотная, тяжелая. Это ни один камень такой плотности, обычный камень, не имеет. Но вы знаете, что поверхность Земли, она вся покрыта литосферой, так называемой, то есть каменной оболочкой литосферы. Плотность литосферы, да, вообще камни колеблются от двух, там, ну, максимум до двух с половиной. Только отдельные земли имеют большую плотность. А вот эта 7,8 имеет плотность, понимаете. Это примерно в три с половиной раза больше, чем обычные камни, которые нас окружают. Конечно, это было драгоценное приобретение человека. Он выдоставал вот эти вот спекшиеся куски железа, разогревал их в гарне уже, в гарне разогревал. И путем проковки уплотнял. То есть на наковальне прибивал, расплескивал вот эти вот крицы раскаленные, красные. Их руками, конечно, нельзя было брать. Они светились, страшный ожог можно было получить, прикоснувшись клещами. Брали, переворачивали и ковали. Таким образом уплощали его, делался такой блин, потом его складывали несколько раз, этот блин. И опять проковывали в другом направлении, складывали так. Это производили много-много раз, пока все неметаллические частицы выдавились на поверхность, разлетались в разные стороны, покидая матрицу, кричную матрицу. Это уже был уплотненный такой металл, из которого уже можно было что-то путем проковки изготовить. То есть человек в древности плавить не мог железо, как он плавил бронзу. Напомню, в прошлый раз мы в этом говорили, что железо плавится при температуре 1538 градусов, а бронзы примерно 900, 960, 980. Разные составы бронзы плавятся при разных температурах. Ну, медь имеет четкую температуру плавления до 1000, 82 градуса. Вот, полученные таким путем железные заготовки уже могли идти на изготовление, отковку различных предметов. Ну, прежде всего оружие, прежде всего ножи. Это самое первое, что люди делали, ножи. Нож стальной или железный, а сталь от железа отличается только наличием определенного количества углерода, который также находился в древесном угле, фактически древесном угле на 99% и состоит из углерода. Люди не знали, что углерод придает железу твердость. Почему придает вот этот мягкий уголь древесный, придает такому прочному материалу, как железо, твердость? Да, дело в том, что образуется химическое соединение, так называемый карбид железа в форме 3С, который является химическим соединением, имеющим колоссальную твердость. Ну, вообще говоря, в металлургии это называется цементитом, да, или цементацией стали, науглероживание стали, цементация стали. Вот, и этим процессом науглероживание стали пользуются уже очень много времени, давно, и теперь уже развиты хорошо теории цементации, там, закалки, отпуска, отжига и так далее. Мы сегодня говорим не об этом. Мы говорим о том древнем материале, в котором не было никакого представления, ни о легирующих элементах, ни о каким-то химических там соединениях, которые происходят в этом железе. Мы говорим о том простейшем процессе, которым обладал человек. И он, пользуясь этим, производил очень мощное и грозное оружие. Таким образом, мы подходим к тому моменту, чтобы понять, что человек, обладая такими совершенными, ну, на тот момент времени технологиями, способен был произведить невиданное до сели мощное оружие. Вот, понимание этого приходит тогда, когда мы слечаем свойства, в современном мире слечаем свойства, механические свойства этих материалов, которые конкурировали в понимании человека о свойствах, необходимых для оружия и орудий. Человек видел, что железо на голову выше бронзы, и, конечно, он стремился его получить. Сейчас мы можем говорить о том, что нашей группой найден этот замечательный такой метод, по которому мы могли бы с какой-то определенной долей уверенности, или мы говорим вероятности, идентифицировать, из какого же рудного тела мог бы быть произведен тот или другой предмет, дошедший нас просто в виде окислов, потому что железной фазы нет. Если акрикс, который я вам показывал, она железная, только покрыта окислами, то в захоронениях античного периода времени, а в нашем влажном климате железо практически не сохраняется в грунтах, мы можем говорить о том, что да, вот этот вот предмет мог быть изготовлен из руды, которая находилась в древнем людьми здесь же, на этой же территории. Вот мы можем заглянуть в лабораторию исследователей, вот которую я возглавляю, и увидеть, ну, здесь представлены вероятностные графики, характеризующие химический состав, атомарный состав предметов раннего железа. И также представлены линии прямые, которые характеризуют руду местную, там, где предмет был найден. На базе сличения вот этих вероятностных кривых и состава рудных тел можно судить о том, является ли предмет, произведен ли этот предмет из местного рудного материала.